Ну а сейчас интервью Дмитрия Хворостовского. За этим бретоном охотятся все ведущие театры мира. Но Дмитрий в преддверии Дня Победы отправился в тур по городам России. На днях он дал концерт в Новосибирске, а уже сегодня музыканты ждут в Ярославле. На встречу с Ольгой Грозной, ведущей субботним эфиром, Доброго Утро, Дмитрий пришел вместе со своей супругой Флоренс. Совместное интервью пара дает впервые. Совсем скоро наша страна будет отмечать главный праздник, День Великой Победы. У вас погиб дедушка на войне. Как вы будете встречать эту дату? Как всегда, в работе на гастролях я буду петь концерты не с военной программы, а с программы, в общем, достаточно нейтральной по отношению к войне. Тем более к Великой Отечественной войне я буду петь Чайковского, Мэтнера и Рахманинова. А почему вы отказались петь с Мадонны? Мне предложили в свое время, в начале 90-х, Philips Classics, моя звукозаписывающая компания, с которой тогда я был в контракте, встретиться и записать или что-то такое сделать. И на что я, в общем, ответил отказом. Это просто мой такой мачизм, видимо. Что вы говорите? Будем так говорить. Просто не совсем хорошее знание предмета. Но, в принципе, тогда я так думал и был абсолютно искренним в этом. И я думаю, что все оно было к лучшему. Дмитрий, вы тоже сказали такую, можно сказать, хулиганскую фразу, что если мужчина за что-то берется, он делает это однозначно лучше, чем женщина. Я такое сказал. Да, вы сказали, это надо читать в интернет. Флоран, что Дмитрий делает однозначно лучше, чем женщина? Если не брать, что он великолепно поет. А, вот. Да, это мы исключаем. Может быть, он может запеленать ребенка так, что потом ребенок спит тихо, тихо, долго. Да, он все может. Для меня он прекрасный муж, прекрасный отец. И он очень хорошо занимается с моими, с нашими детей, когда он дома. Он очень редко бывает дома. Ну, когда он дома, он очень хорошо. Для меня он лучше, лучше. Самый лучший, я уже повторяю, муж и отец. Дмитрий, все, что делает, все лучше. Вот вы присутствовали на родах, в общем, на всех родах, а у вас четыре ребенка, да? Да. Вот с каждым разом это было все сложнее? Как вы вообще на это решились? Меня уговорили, первый раз я поприсутствовал, в принципе, даже несколько пожалел. Что вы говорите? Ну, это, как бы, вещь такая очень деликатная, я бы сказал. И не всем мужьям, не всем мужчинам я бы рекомендовал это делать. Расскажите, что, в принципе, делают ваши дети? Дмитрий, вы, наверное, их не видите, да? Я, значит, не вижу. Ну, что такое вот по три дня, если вы приезжаете сейчас в гастроли? Ну, что? Зачем? Ну, расскажите, как они с вами общаются, как они вас встречают, что они уже умеют? Максим у нас большой, скоро пять лет он выглядит, он очень развит, он говорит на трех языках, он ходит уже в школу. Такой наш сын. А дочусик? И он ужасно красивый. Да? На кого похож? Есть уже? На флот. Нет, на папу. А, как мне нравится в вашей семье. А Ниночка? Ниночка очень на меня похожа. А Максим Копи-Пам. Она такая красавица, и все время говорит. Она поет все время. Поет? Говорит. Да, да, да. Громче всех. Она будет певицей, наверное. Ее голос пенетрирует стены толстой. Ее слышно везде. Какая красивая пара. Ее голос пенетрирует стены толстой.